На предприятии «Новатор», на котором используют инновационные технологии, с помощью льготных микрозаймов приобрели новое оборудование. Это позволило запустить собственное производство алмазно-шлифовальных кругов. Это уникальная инновационная продукция, которую до сих пор в России никто не выпускал. Деньги, которые мы получили, мы закупили на них оборудование. Здесь еще, как вы видите, куча всяких разных станков. Соответственно, они были тоже закуплены на государственную поддержку, на деньги из государственной поддержки. На фабрике мороженого «Калибри» предприятия, достаточно крупные, тоже делают ставку на развитие. Модернизация технологического процесса позволяет предприятию постоянно поднимать планку, а это напрямую влияет на жизнь рядовых сотрудников. Так как больше рабочих мест, больше производства, больше производим мороженого, от этого растет наша зарплата, ну и наше благосостояние. Участие в областных программах поддержки позволило закупить новейшее оборудование и вместе с этим расширить ассортимент выпускаемой продукции. Нижегородское мороженое успешно поставляется по всей стране. Для производства мороженого мы используем поддержку областного министерства промышленности. Для приобретения оборудования для производства хлебобулочных изделий мы используем поддержку министерства сельского хозяйства. Это стимулирует, во-первых, приобретать оборудование, потом стимулирует приобретать оборудование более высокого уровня и более высокой производительности. И мы себя чувствуем спокойно, потому что процент ставки по кредитам для нас становится ноль. Рейтинг эффективности муниципалитетов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса по итогам 2018 года составили на основе более полусотни показателей. Из них треть – это оценки, которые дали почти полторы тысячи нижегородских предпринимателей. В пятерке лидеров рейтинга оказались Бор, городской округ Семеновский и Таншаевский район, Выкса и Дзержинск. Но есть и территории, где не все идет так гладко. Внизу рейтинга по эффективности поддержки бизнеса больше Боудинский, Шатковский, Краснооктябрьский, Дивеевский и Поченковский районы. Губернатор Гайп Никитин призвал отстающих больше обращать внимание на развитие предпринимательства. По словам главы региона, результаты рейтинга в том числе лягут в основу оценки эффективности работы муниципальных властей в целом. Чиновничье равнодушие – это то, с чем мы будем бороться, то, чего мы не будем прощать. Бизнес – это основа экономики и ключевой источник пополнения регионального бюджета. От темпов и качества его развития зависит уровень жизни всех жителей области. Сейчас стартовал очередной опрос нижегородских предпринимателей. И работа муниципальных властей по поддержке бизнеса в этом году также получит оценку. В 2019 году нам хотелось бы увеличить число участников опроса. Я обращаюсь к предпринимателям. Заходите на сайт регионального Минпрома. Заполняйте анкету, не преуменьшая недостатки или достижения. Только так мы сможем составить реальную картину развития предпринимательства в регионе. И показать администрации районов, на какие позиции в работе с малым и средним бизнесом надо обратить особое внимание. Опрос нижегородских представителей бизнеса продлится вплоть до 23 марта. Итоги очередного рейтинга будут опубликованы в конце мая. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев. Время новостей.